всем привет ребята мои неизменные цветы ждут ждут гостя всем привет 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 сегодня у нас будет эфир о жизни в польше в гостях у нас будет карина у карины есть блог на ютюбе она очень известный блогер и она нам сейчас расскажет как она переехала с маленькой дочкой в польшу вот сейчас мы подождем пока добавится больше людей я наверное сейчас так красиво закроешь курс свой шкаф сзади карин привет ждем тебя так ну что ждем народ и будем начинать будем начинать наши обсуждения ребята так хотела сегодня сами на улице поболтать на террасе сесть но у нас такой ветер начался хотя очень классная погода вот я к карине с цветами так добавляю добавляю тебя ага карину всем привет ребятушки так ну что смотри я к тебе с цветами спасибо большое а я с чашкой кофе виртуальный букет класс ты говоришь ты говоришь за шкаф а я как раз убирала что у меня на кухне кастрюли не было видно ну все правильно сзади люди смотрят антураж рассматривают вот я решила немножечко разнообразить и с цветами спасибо тебе большое что согласилась я очень рада тебя видеть взаимно так давно виделись да очень давно я не знаю сколько лет уже не виделись ребят мы с кариной работали вместе одно время и лет 6 очень давно страшно подумать сколько да ну что всем приветики сегодня мы поговорим про то как карина переехала в польшу и вообще про интересную жизнь потому что карина родилась в украине выросла в колумбии а живет сейчас в польше вот такая вот география карин ну давай прежде чем мы сейчас накалим немножечко публику прежде чем мы перейдем к основной сути разговора давай мы с тобой немножечко познакомимся заодно твои зрители тоже с тобой тебя еще больше узнают вот я тебе сказать что я в целом вообще на своем канале своем инстаграме особо много не рассказывала знаешь о переезде о всем так как бы сильно не затрагивала эту тему потому что у меня как бы не было никогда такого знаешь блога типа переезде поэтому я думаю да тоже будет интересно людям вот так у тебя дебют сегодня почти дебют в дебют интервью да так я сейчас прикрепляю тему смотри я тебе сейчас сделаю небольшой близ опрос ты будешь не задумываясь отвечать это или то если захочешь расскажи почему ты выбрала этот или тот вариант хорошо ну что поехали чай или кофе 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 окей утро или вечер вечер море или горы море суши или пицца слушай я даже ничего больше не хочу слышать еда или сон еда youtube или инстаграм инстаграм хорошо варшава или в ротслав в ротслав в варшаве кстати я не была но столица я поэтому думаю в ротслав и со своих знакомых кто был в варшаве все таки в ротслав очень сильно отличаются от варшавы в любом случае поговорим об этом хорошо позже тебя разузнаю украина или польша ни то ни другое а есть третий вариант ну какая бы страна тебе ближе мне кажется надо быть просто знаешь мозгами счастливая какая страна это не настолько важно это понимать люди которые много путешествуют что на самом деле страна не настолько важно главное окружение кто с тобой рядом я с тобой полностью согласна когда мне спрашивать любимая страна но если в душе уныло то и страна где то и все равно да 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 такое окружение будет все равно согласна погнали дальше тату или пирсинг ой блин я специально ты что это и другое хорошо такой тоже вариант принимается реализм или идеализм реализм все или ничего все быть или не быть быть и класс спасибо на этом наш коротенький блиц заканчивается ребят вы кстати можете тоже задавать вопросы но у меня карине очень много вопросов поэтому возможно что ваш вопрос и так уже прозвучит моих кто вдруг тоже сейчас подсоединяется такой эфир разговариваем о переезде это девочка настя с которой я работала давным давным давно на своей такой первой важной работе я знакома и с ее мамой она живет во франции вот как бы мы разговариваем о переезде и вообще всяких таких интересных штуках ну и теперь начнем уже перейдем к основному наверное даже не основного нет смотри сейчас такая тема наверное не стоит и обходить стороной расскажи как поменялась ваша жизнь с приходом карантина и вообще чем вы занимаетесь дома очень сильно поменялось я думаю те кто еще немного страдает от какого-то такого знаешь ментального здоровья сейчас конечно очень сложно мне лично очень сложно хотя как бы сама по себе интроверт но проблема в том что я люблю находиться одна а с карантином сложно находиться одной когда ты семьей нет вообще никакого личного пространства да конечно очень сложно в том плане что невозможно спокойно прям куда-то выбраться то есть тоже весь этот год был запланирован в поездках то есть уже упустили поездку в украину уже понимаем что летом все наши поездки концерты которые были запланированы все это уже отменяется то есть как бы морально очень конечно сложно ну физически как бы в принципе повезло так что ну муж у меня айтишник да и он может как бы работать из дома да есть такая возможность то есть в этом плане финансовым фу-фу-фу то есть мы не ощущаем разницу даже возможно чем-то легче да потому что меньше затрат так как некуда вылазить не выходим да попасть некуда сходить да и все равно стараемся сейчас все дома делать то есть там без каких-либо заказов еды или там супер какого-то онлайн шоппинга но конечно да морально сложно и естественно всем сейчас сложно и как бы грех так прям полностью жаловаться потому что опять же говорю нам так финансово в каком-то плане ничего не поменялось но в плане вот головы вот сложновато то есть человек с психически устойчив принципе для него этот период как какая-то возможность для чего-то я думаю испытания знаешь может человек и физически устойчив но у него такая работа которую он сейчас потерял да или от него зависит семья или все равно он зависит сам от себя и у него нет возможности работы то есть я не думаю что кто-то сейчас думает вау типа это вообще супер кайф и я прям вообще полностью всему радуюсь я думаю таких блин наверное 0 5 процентов знаешь такого поэтому согласна ну что теперь перейдем к основной части я хочу чтобы ты первого лица рассказала немножечко про свою географию так скажем про передвижение расскажи немножечко о себе как так вышло что ты родилась в украине а росла в колумбии ну как бы так получается да еще советский союз был и мой отец колумбиец и он выиграл скажем так стипендию вот с колумбии обучение в советском союзе и он начинал по моему обучение он вообще был как бы и в баку он учился то есть он как бы на химию приехал то есть это считалось очень престижно наш конец восьмидесятых советский союз вот и он получается и в москве был и баку был и потом каким-то образом на каких-то типа практиках и моя мама куда-то в другой город ездила потому что моя мама тоже в универе химико-технологическом как бы училась и мой отец тоже химико-технологическом только в россии ну то есть но как бы универ типа один и тот же только разные страны вот практика их они как-то как-то познакомились обратили друг на друга внимание и еда любовь морковь все дела и он перевелся получается к нам в непр химико тех нет не химико и да и получается что как бы моя мама уже когда закончила обучение отцу из-за того что он перевелся ему пришлось как бы дольше учиться но они поженились я родилась в классе и в итоге вот когда мне было три годика то есть отец мой закончил университет ну и все да он как студент что у него оставалось это тогда уже как раз был распад советского союза потому что я родилась в девяносто первом и как бы был же хаос в девяностых после распада естественно наверное мои родители они ну как бы учитывая тот факт что отец иностранец они не думали оставаться да с такой разрухой как бы в украине и решили уехать в колумбию на тот момент как бы там конечно уровень жизни был намного лучше по сравнению да с советским союзом то есть плане что было все доступно не было такого как у нас там типа дефицит что там дети рассказывают там жвачки были супер какой-то вау агина принц или еще что-то или какие-то мультики нет там как бы это все было это было абсолютно без какого-либо то есть там вау эффекта вот поэтому да мне не было полных четырех лет мы переехали в колумбию то есть практически все мои воспоминания моего именно детства это колумбия то есть это не украина потому что наш ребенок три года это еще это какие-то вообще как сны и отголоски и до одиннадцати лет то есть я росла там жила а потом они решили ну сейчас уже понимаю что из-за того что они хотели сохранить свой брак и тоже как бы пытаться заново начать свою жизнь что у меня как это потух телефон то они да они решили типа вернуться в украину и как бы начать жизнь чистого лица листа точнее это был 2002 год то есть 2002 году мы получается переехали мне было 11 лет вот ну было лично мне конечно довольно таки сложно потому что в семье мы разговаривали на русском языке но я не умела ни писать ни читать на русском языке и как бы за три месяца мама вот мне было да там 11 лет она со мной сидела с букварем и учила меня писать и читать у меня было три месяца вот и переехали там в четвертый класс ну ничего несколько лет у меня был акцент я до сих пор не умею правильно разговаривать на русском языке в любом случае в украине не разговаривают правильно на русском языке да я думаю это неважно да это все как бы вместе натыкается а сейчас вообще в голове еще больше языков поэтому поэтому так украина ну а потом тоже у меня родители развелись когда мне было пятнадцать мама через некоторое время ну отец у меня снова женился мама у меня вышла замуж за норвежца она живет в норвегии уже лет шесть или семь вот ну и я как бы да тоже вышла замуж и вот и теперь я в польше на самом деле интересно да как география передвижений ну давай теперь про польшу спасибо тебе за историю на самом деле я хоть и смотрю твой youtube канал уже в принципе во многом была знакома мама карина с колумбии а не с кубы вот так что спасибо тебе это очень интересно я потом прикреплю ссылку в конце эфира у карины есть видео где она на испанском рассказывает свою историю география да там о колумбии именно детстве с русскими субтитрами особенно те кто учат испанский я думаю будет супер полезно хорошо ну теперь наверное самое главное как ты оказалась в польше почему польша ты знаешь как бы ну в этом плане мы с тобой тоже похоже что мы как бы любим путешествовать да и я вообще свою жизнь не представляю без путешествий и как бы тоже из-за того что вот вся моя семья настолько раскидана по миру мне настолько в принципе все равно где жить потому что я не привязываюсь вот какой-то коробки в которой я живу знаешь и как бы у нас были уже мысли вот с мужем куда-то ну в принципе даже когда мы еще встречались мы с ним всегда путешествовали плюс как бы да моя жизнь это его вдохновила он как бы в принципе до того как со мной познакомился он практически нигде не был но просто вот это вот когда видишь мир и сравниваешь и понимаешь что как бы можно ну не то что жить лучше но можно иметь что-то более интересное и как бы окружать себя более красивыми видами в принципе почему именно Польша не было такой цели чтобы вот именно Польша и как бы до сих пор это у нас может быть такие мысли что это такой перевалочный пункт потому что ну лично у меня мечта наверное это Скандинавия и почему именно Польша и Вроцлав так в принципе вышло что наш близкий друг он здесь в этом же городе работал два года и тоже так совсем не запланировано в принципе когда мы с мужем путешествовали мы были здесь во Вроцлаве первый раз по-моему где-то в тринадцатом или ну где-то в тринадцатом году мы были во Вроцлаве даже не думали что когда-то мы здесь будем жить потом мы были здесь приезжали к другу в по-моему или в шестнадцатом или семнадцатом году в шестнадцатом году мы приезжали тоже просто на концерт погулять по городу но не было вообще даже в мыслях что мы вот здесь будем жить но город реально очень клёвый очень красивый как бы даже вот спустя чуть больше двух лет я все равно до сих пор тащусь знаешь когда выезжаю там старый центр гулять мне мне очень нравится этот город но но опять же я видела очень-очень много городов очень-очень много стран я не могу сказать что это прям самое лучшее но мне здесь как бы в принципе комфортно и давай я сразу да 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 давай я просто ты как раз на хорошем и я такая ага давай у тебя спрошу вот сразу назови сходу пять вещей или причин или я не знаю чего пять плюсов проживания в польше что тебе нравится в твоей жизни в польше если это брать чисто по польше и тех кто живет да там например в украине или там даже в той же россии да сравниваем первое это совсем близко от страны где большинство наверно твоих родных живет то есть ты живешь в польше но вся твоя родня в украине тебе недорого попасть обратно в украину навещать да те же какие-то авиарейсы или я не знаю кто то там автобусом машины то есть это удобно потому что близко полтора часа это грубо говоря дома если там аэропорт позволяет да второй плюс здесь по сравнению со всем евросоюзом самые низкие цены на арендованное жилье самые хорошие цены на питание в продуктах если сравнивать со всем евросоюзом да все равно то есть как бы очень хороший уровень в принципе практически даже цены на питание с того как мы были последний раз в украине я немножко была в шоке что здесь даже много дешевле чем в украине уж извините меня из еды знаешь так третий плюс здесь очень удобно жить с маленькими детьми то есть когда у тебя еще нет детей за как бы об этом не задумываешься но когда они у тебя появляются начинаешь замечать все плюсы и минусы здесь удобно жить с маленькими детьми то есть там транспорт заезды в торговый центр то есть вроде такие мелочи но они совсем не мелочи четвертый плюс если брать язык то нам украинцам знаю украинский язык польский он не настолько сложный да он там произношение написание сложнее но его понять можно и наверное пятый плюс в том что все таки здесь люди более сдержанные и чуть более воспитанные чем в наших странах все равно здесь чуть больше толерантности чем у нас да это факт мне кажется как раз в польше это моя была первая поездка за границу я поняла что такое европейский менталитет но вот какое-то уважение к пространству вокруг тебя к уважению чужих границ ты именно в каком городе я была в варшаве и в кракове в варшаве этого не очень поняла краков обалденный кракове да хорошо а теперь давай тогда сразу в противовес назови пять причин которые тебе не нравятся или которым ты до сих пор не можешь привыкнуть ну так который прям задумалась значит я так не люблю просто говорить о негативе потому что естественно это будет мое личное мнение и она отличается мы знаем это твое мнение сегодня как раз у тебя опрашиваю так что конечно же твою кто-то может быть не согласен это нормально сейчас я окошко немножко приоткрою а я думала наоборот закрою это мне становится жарко что-то говоришь в интернете а потом на тебя кидаются и становится жарко мы заблокируем всех недоброжелателей так что представь что только ты и я есть ну конечно мы будем политкорректными с тобой нет без проблем как бы везде в любой стране можно найти любые минусы да но я бы наверное сказала что ну не то что прям минусы но просто вот мои какие-то замечания да что тебе не нравится лично да в принципе у меня нет такого чтобы мне прям что-то сильно не нравилось вот сразу скажу менталитет поляков довольно таки похож на менталитет наших людей то есть это все равно славяне и от славянской души никуда не уйдешь в любом случае да просто в том плане что тоже есть будлоковатые люди но опять же это есть везде то есть никуда от них не деться а второе что здесь тоже любят побухать как бы это опять же у нас даже вот мама когда моя приезжает он с норвегии она говорит боже даже в украине не видно таких вот бомжей но я думаю ты меня вот живя во франции ну не знаю твой город как бы довольно-то небольшой и такого нет но вот в больших городах да и они чувствуют себя прям замечательно как короли у нас в украине такого нет и моя мама такую фразу ты понимаешь просто в украине они ну как бы все поздыхали они не имеют возможности себя так содержать как здесь а здесь они там по транспорту ездят они на могут орать но это проблема просто всех больших городов да и те государства дают какую-то социальную помощь типа кому-то так я застряла я тебя не вижу да да а может перегрузил сможет не вижу им о появится все все на месте не подвисает кто подвисает скажите ребята кому перезаходить о все есть не слышу давай перезайди карина подключится к нам снова ребята не пропадайте самое интересное впереди на самом деле я согласна с кариной насчет бездомных тут такого понятия даже бомж нет есть понятие бездомные и за счет того что государство настолько держит в тепличных условиях людей которых нет работы и людей которые попросту да карин добавляю отлично что бездомные и всякие понаехавшие чувствуют без тебя прям вот так это конечно не очень так ну что все нормально теперь слышно да слышно видно ну может быть такое иногда все слышно видно ты остановилась на людях которые себя чувствует как короли за счет помощи государства я так понимаю но как бы опять же такое есть везде когда скажем так они не супер буйные но просто для многих это может быть я не знаю каким-то шоком но опять же это какие то просто районы потом наверное уже какой третий пункт получается в принципе такая же бюрократия как и у нас в украине то есть например если это какие то государственные учреждения там знаешь больницы поликлиники какие то документы то есть это все делается настолько долго и без какого-то такого желания что просто раздражает и думаешь господи ну вроде европа а какой то просто балаган и такое особенно ну вот даже с получением там карты побыта то есть как бы я ждала свою карту полтора года расскажи ребятам что это я знаю но мне кажется не все знают что такое карта побыта это такой официальный документ который дает вам официальную возможность быть в стране передвигаться по евросоюзу плюс как бы они бывают разных видов то есть это подвязывается например в моем случае это было как на воссоединение семьи с моим мужем так как он здесь работает по его работе тоже вот имею право да получить вот это разрешение и мне даже повезло что у меня эта карта с возможностью работы потому что многим выдают что вот не может все равно работать нужно все равно подавать документы через как бы посольство на разрешение на работу а у меня уже эта карта то есть я могу уже идти и работать вот но так долго то есть полтора года это полтора года года было без возможности и выезжать куда-либо за пределы Польши что тоже ты любишь путешествовать то есть не в Украину нельзя было и опять здесь видимо Карина я тебя не вижу так давай подождем а ну а теперь не слышу попробуй попробуй не слышу тебя ребят вы тоже не слышите Карину перезайдешь может попробуй подключить да ладно сейчас Карина вернется к нам тех неполадки ребята такое бывает у нас некоторые эфиры проходятся Карину не слышно хорошо мы будем надеяться что что все будет хорошо в этот раз так если есть у вас вопросы по поводу переезда виза там каких-то бюрократических бумажных моментов задавайте дальше я буду задавать вопрос про цены в Польше про стоимость жилья про еду про поход в ресторан сколько примерно стоит жить в Польше ну вот Карина уже сказала что продукты некоторые даже дешевле чем в Украине при том что вы сами понимаете что цены в Польше и зарплаты лучше да Карин надеюсь все будет хорошо ты если что там все девайсы повыключай лишние в последнее время инстаграм да да инстаграм так ну что миллион приветики еще раз прямые эфиры когда с кем-то проводишь очень сильно тупят ну ты знаешь у меня раз на раз не приходится вот с некоторыми вообще было что ни разу не выбивала бывает что ну будем держать кулачки что все получится так ну давай наверное не будем уже о плохом давай о хорошем давай ну это не плохое смотри твои впечатления не можешь сказать что все идеально опять же да наверное что еще мне знаешь что не нравится вот наверное что самое большее не нравится это даже не то что поляки я бы сказала больше наши люди которые сюда приезжают чисто на заработки строители там какие-то разнорабочие знаешь и они ведут себя как свиньи вот наши люди да я не говорю именно чисто за украинцев я говорю вот СНГ да потому что это могут быть белорусы и все остальное и порой просто стыдно больше даже за наших людей вот едешь там в транспорте идешь по улице слышишь свою речь слышишь мат-перемат бухи и оры Польша это та страна в которую именно приезжает очень-очень много разнорабочих на сезонные работы опять же опять же видно менталитет к сожалению наших людей просто вот порой даже не хочется чтобы вот окружение слышало что ты тоже разговариваешь на русском или на украинском языке потому что ну лично мне очень-очень очень часто зовут наших людей которые сюда приезжают работать и вот это очень обидно и я считаю что поляки настолько сдержан в принципе народ ну естественно люди есть разные но как бы мне надо кажется наверное если бы это были наши люди если бы вот так поляки приезжали к нам в Украину и такое свинство наши люди бы там знаешь уже бы с вилами на них бы выходили на Майдан да поубивали в Украине а поляки все-таки они ну возможно да там дома за своими стенами они говорят но но вот с кем я там общалась говорят нет мы там не относимся плохо и все такое я думаю господи я мне самой хочется всех наших людей поубивать здесь типа вам окей ну окей есть такое я тебя понимаю я думаю в каждой стране наши люди они вот их видят сдалека это правда это точно вот где бы ты ни находилась наших людей вот знаешь уже как нанюхчусь через километр будет идти о где-то идет наш человек да если не поведением то даже вне по манере одежды по внешнему виду сразу да мы с тобой поняли друг друга слушай я скажу вот есть ли какие-то я понимаю что Польша и Украина мы соседние страны и наверное я более чем уверена что менталитет схожий а если все-таки какие-то вот кардинальные различия в польском менталитете и тоже ну да есть ли какие-то кардинальные различия в менталитете поляков и украинцев я думаю что ну мне кажется в целом нету вообще между людьми любых народов прям очень ну скажем так украинцев менталитет что все плохо все хуйня и вообще но мы ничего не будем делать чтобы было лучше да моя хата с краю да да его не знаю то есть там намусорили ну мне же все равно это же не я намусорил я не буду убирать нет здесь все-таки люди более ответственно относятся хотя тоже местами и есть грязные места но люди более ответственно относятся к порядку к законам в любом случае то есть все равно но ну как то все равно больше стараются даже ради других людей потому что понимают что как бы это все для социума да и что всем будет лучше от этого поэтому в этом плане я думаю они во первых не такие негативные как наши люди но я вообще не знаю таких более негативных наций как наши люди в плане да ну я думаю ты меня понимаешь вот поэтому да все равно у них более счастливые лица можешь идти по улице и тебе чужой человек скажет там день добрый и ты думаешь ну день добрый что случилось день добрый и мы всегда там шутим там с соседками девочки ребята с украины тоже что если бы это у нас так в украине кто-то бы так подошел и сказал день добрый а ты такой что тебе надо да типа что ты пристал какой добрый да то есть у нас люди вообще недоверительно к каким-то проявлениям просто вот а здесь это абсолютно нормально и это странно до сих пор но здесь это абсолютно нормально то есть это вежливость такая поэтому это очень отличается да согласна тоже еще непривычно здесь так не я слышу а ты слышу да вопрос как с медициной в польше слышу 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 а ты меня если будет совсем плохо я тогда перейду на мобильный интернет может будет лучше хорошо пока вроде нормально вопрос повторить да медицина в польше здесь в принципе тоже сложно с медициной но опять же это наверное проблема всей Европы что если ты прям не умираешь то и не надо лезть никуда скажем так ну и опять же я не знаю как это во Франции ну например у меня есть сравнение там с Норвегией ну то есть здесь бывает вот хочешь записаться какому-то специалисту какого-то узкого круга например ортопед да или еще кто-то хирург какой-то и тебе скажут да вы можете записаться ближайшая запись через 4 месяца да все так же через полгода зачастую даже ну да 4 месяца это еще повезло да реально у нас тут и полгода бывает поэтому для наших людей в Украине это вообще полнейший шок может быть да потому что у нас ну ты жалуешься о завтра я в 8 утра не могу попасть а мне надо или мне надо сегодня через 15 минут и тебя примут сегодня через 15 минут нет здесь так не сработает как бы с этим то есть надо просто к этому привыкнуть конечно если что-то срочное то это скорая помощь то это клиники которые здесь работают круглосуточно то есть как и везде но если вдруг какой-то там как это можно сказать несрочный вызов скорой помощи то могут влепить очень-очень большой штраф да если просто типа вы вызвали потому что у вас температура 37,5 то извините но как бы нет а так ну как бы с детской медициной то есть врачи доброжелательные то есть вот как бы с малявкой когда мы сюда переехали ей 4 месяца было там то есть приходили мы на все осмотры которые потому что обычно до года каждый месяц осмотры прививки все бесплатные делали без проблем то есть потому что ну тебя это не касается ну например в Украине смотрят из мамы мамы ну как бы там вакцины вечно не найти на все то есть там тоже нужно самим где-то искать покупать или ждать там месяцами нет здесь как бы я не сталкивалась с такой проблемой учитывая тот факт что мы брали все государственно все бесплатно то что покрывает страховка мужа как бы вообще в принципе никаких проблем так тьфу 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 слава богу нам не приходилось сталкиваться знаешь с какими-то серьезными такими случаями но можно тоже покупать дополнительно платную страховку и тогда это какие-то приватные клиники где в принципе тебя могут намного быстрее записать но конечно за это надо платить деньги ну как и везде за любой комфорт нужно доплачивать деньги да и тогда да хоть через два дня попадешь через три дня может и на следующий день но это уже будут такие суммы не 200-300 гривен как в Украине а там 200-300 польских злотых например да я стала ценить украинскую медицину приехал во Францию даже не так медицинную как доступность да это удобно у нас удобно и даже если ты не попал в государственную клинику ты очень можешь даже себе позволить пойти в приватную быстро сделать все свои дела да не накручивать не ждать 4 месяца тоже вот была в ноябре последний раз дома и как всегда все знаешь с угощениями накинулись у меня поджелудочная больная и прихватила поджелудочная думаю господи что мне делать ну все позвонила у нас там на районе в приватную клинику да приходи там через полчаса там наш хирург погоден или узист я такая спасибо большое там заплатила не знаю 350 гривен и все спокойно все хорошо здесь бы если бы меня прихватило то что я тут настолько как бы должна чувствовать свой организм ну да когда ты знаешь какие-то свои проблемы и смотреть за своим питанием потому что здесь проблема очень неудобно аптеки кстати что я не сказала аптеки это настолько неудобно у нас в украине ты привык куда не плюнь везде есть аптека и в принципе все почти круглосуточные да всегда здесь же аптеки у нас на районе вообще ни одной аптеки нет то есть это надо ехать наверное где-то 4-5 остановок чтобы попасть в аптеку аптека по воскресеньям не работает в субботу они где-то до 3 часов дня работают есть какие-то круглосуточные знаешь по городу искать одна ну вот был такой момент да что у ребенка там когда-то поднялась температура 38 и все закрыто и куда и что делать то есть ну вот такие вот моменты тоже но опять же это проблема всей Европы это не только проблема Польши это проблема Европы в целом да потому что у нас в Украине все-таки фармацевтика и все это то на чем зарабатывают огромное-огромное бабло здесь как бы ну естественно это тоже как бы здесь огромные деньги приносит но ну здесь надо больше то есть надо иметь реально хорошую аптечку дома и знать свои проблемы можно задавать украинским языком вопросы без проблем да я как раз только думала класс спасибо тебе большое я с тобой полностью согласна и разделяю все твои как это скажем эмоции переживания потому что то же самое в воскресенье ничего не работает аптеки до семи до восьми круглосуточно ну там может быть одна дежурная да где-то вообще неудобно да то есть что надо ехать это такси наверное ну у нас есть машина но все равно не очень удобно хорошо давай теперь поговорим про цены вот например я хочу приехать жить в Польшу сколько мне нужно денег на первое время у меня нет жилья у меня еще нет например вот примерно если можешь сказать я там переведу евро если что в доллары смотри ну нужно конечно отталкиваться от того если ты приезжаешь например одна да то в принципе одному конечно намного легче вот например наша ситуация мой муж сначала переехал сам то есть я еще оставалась месяцев около восьми месяцев я была одна в Украине он приехал сюда ему повезло конечно если у вас есть знакомые в городе где вы живете он жил первое время вот у нашего друга который здесь жил первый месяц наверное жилье очень может варьироваться потому что опять же то есть что ты что ты для себя хочешь ты можешь снять просто комнату с кем-то в квартире это может быть тоже зависит от города то есть Вроцлав достаточно таки дорогой город потому что это большой город но здесь например комната я не знаю ну пятьсот шестьсот злотых сколько это сейчас сколько это сейчас кто у нас там есть в конвертере ребята кто у нас у нас где-то курс по-моему один к семи с Украиной то есть это где-то ну например если это пятьсот злотых то это где-то три с половиной тысячи надо чтобы кто-то или посмотрел это сто евро Ростик ты жил в Польше ты сейчас смотришь нас помогай нам конвертировать да ну и опять же как бы сейчас курс вообще подскочил поэтому кто его знает я уже не слежу какой там курс один к шести говорит один к шести сейчас сейчас больше уже чем шесть это точно шесть это было до карантина как раз был хороший курс а сейчас по-моему он уже около семи опять ну да где-то шесть семь и в принципе можно то есть комната на первое время у нас был достаточно таки тяжелый случай потому что мы перевозили наших котов ребенок я везде квартиры с животными это намного проблемнее конечно же да найти и на питание в принципе можно плюс-минус как и в Украине вот когда мы только вот сюда переехали у нас был бюджет в неделю по-моему где-то сто пятьдесят злотых но это учитывая тот факт что это даже для Украины я считаю это немного совсем сто пятьдесят злотых это сколько там ну до двух тысяч гривен в любом случае да полторы тысячи в неделю ну опять же многие могут писать что это вы что зажирались это так много но тогда то есть было только питание мое и питание мужа потому что как бы малявка дочка у меня совсем еще маленькая была она была чисто на груди и все ей ничего не надо было то есть сто пятьдесят злотых в неделю мы абсолютно хорошо вписывались каши салаты продукты здесь действительно недорогие мясо соки то есть в принципе мы нормально знаешь больше ничего не нужно было у нас было первое время очень дорогая квартира потому что опять же надо было искать чтобы можно было с животными чтобы было комфортно у нас была большая трехкомнатная красивая квартира в старом районе мне очень нравится тот район то есть он нам до сих пор очень нравится но квартира была очень дорогая она выходила со всеми коммунальными ну грубо говоря около трех тысяч злотых три тысячи злотых три на семь я молчу я филула нет я в смысле мне просто не хочется в гривнах произносить а все а я а я молчу это когда я произносила то как бы ну где-то пятьсот долларов по моему это или пятьсот евро где-то так угу но опять же если сравнивать даже с другими европейскими странами пятьсот евро это недорого очень недорого это очень ну даже во Франции намного дороже не пишите столько ноликов а то сейчас украинские зрители будут говорить о боже у нас в Украине за эту стоимость можно там президент нет Украина очень поддорожала и ты права я каждый раз приезжаю раз в полгода в Украину я просто в шоке как растут цены а зарплаты то не растут а зарплаты не естественно а цены растут кстати Карина извини перебью пока не забыла тут уже столько вопросов накопилось а когда нет с математикой нет беды просто нам не хочется в гривнах произносить столько ноликов с математикой я с языками зато хорошо дружу знаешь человек не может во всем хорошим я и гуманитарий и поточной наушке у меня проблемы так что Ростик я сейчас тебя попрошу на английском что-то сказать ты поймешь и твоя математика так по поводу зарплаты да мы говорили за украинские зарплаты это мы знаем а какая средняя зарплата в Польше смотри этот тоже зависит от того какая работа да потому что здесь наверное можно работать как минимально это где-то наверное две с половиной тысячи злотых средняя зарплата наверное я думаю около пяти тысяч злотых ну такая вот как средняя зарплата то есть не не на какой-то наверное руководящей прям должности я сейчас я сейчас пытаюсь вспомнить скажем так как бы есть люди у людей есть разные цели вообще для чего да переезжают в другую страну у нас никогда не было цели переехать в другую страну чтобы больше зарабатывать денег в принципе когда мы приехали и после первые наверное вот несколько месяцев до полугода со всеми вычетами всего можно сказать мы как бы были почти в минусе или почти ноль в ноль потому что как бы в украине я работала хорошо зарабатывала и муж у меня уже в IT сферу тоже как бы в лес и очень хорошо зарабатывал нам не надо было платить за съемное жилье но опять же у нас никогда не было цели переехать чтобы например больше денег зарабатывать нет у нас была цель переехать чтобы посмотреть как мы будем себя чувствовать в другой стране посмотреть как мы будем себя чувствовать сами и три тысячи и это уже хорошо ну возможно это зависит от города ну где-то я думаю четыре с половиной знаю своих знакомых сколько получают вот такая средняя зарплата ну опять же да везде по-разному люди работают и как бы а да да говори тут вопрос про садик чтобы я потом не забыла я помню да про садик когда мы сюда переехали моему мужу предложили четыре тысячи злотых четыре тысячи злотых четыре тысячи злотых я уже с калькулятором сижу сейчас да это ну скажу сразу это такая же зарплата как он получал в Украине вот это сколько чуть больше тысячи по моему да да чуть больше тысячи долларов да и то есть как бы опять же учитывая тот факт что практически все деньги уходили на жилье так как оно очень много денег уходило то у нас просто осталось жилье и еда но мы знали что как бы в любом случае первое время всегда будет сложно потому что то есть все на нем я с маленьким ребенком как бы это сложно да он сейчас за вот это время что мы здесь вот он в мае здесь уже будет три года и у меня в декабре было два года что я здесь он уже поменял третью работу просто потому что опять же он как бы набрался опыта в принципе как он подавал вообще на работу он просто в Днепре в фирму Вольво Вольво его взяли тестировщиком он просто напрямую им через сайт отправил свой резюме и все были собеседования через скайп то есть здесь нет абсолютно никаких страшных дел вы просто заходите на сайт фирмы компании которые находятся в каком городе в какой стране и просто отправляйте свой этот свой резюме и все и не бойтесь как бы никаких такого 4 тысячи платили Вольво Вольво Групп он работал тестировщиком на отделе там каких-то он говорит там просто у них технологии как для динозавров какие-то были у них просто ну точнее есть просто свои внутренние там какие-то мануалы какие-то программы которые они сами используют это была то есть такая работа которую он очень быстро перерос потому что стало скучно потом он перешел на другую фирму хорошая фирма это уже в принципе такое где просто есть заказчики и айтишники работают над разными проектами тогда уже так на порядок я точно не могу вспомнить ну наверное где-то около ну наверное почти в два раза больше ему уже зарплату предложили плюс мы переехали в эту квартиру где мы сейчас которая стоит намного дешевле то есть за эту квартиру немножко сейчас цены подняли по-моему сейчас где-то 1500 эта квартира хотя тоже три комнаты то есть балкон ну плюс коммунальные коммунальные не могу сказать что тоже здесь супер большие даже учитываясь той же Украины ну опять же там когда отопительный сезон то больше ну ты сам себе тут топишь газовая колонка может быть там 200-300 злотых коммунальные самый такой максимум я перевела 360 долларов вы платите за квартиру у нас тоже это вот трехкомнатная просто так ради интереса кто-то спрашивал там будет еще у тебя с Польшей а что там почем а как у вас и я просто если не знаю смотрит этот человек или нет у нас трешка стоит 630 евро это где-то 700 долларов вот так что разница очевидна ну это тоже неплохо знаешь ну опять же не в центре вообще не в центре но в самом деле мы тоже не в центре мы живем это практически выезд из города но нам как бы без проблем потому что опять же малявка еще очень маленькая дочка и трех лет еще нет как бы я еще не работаю уже то есть добираться здесь не проблемно до работы в принципе и здесь удобно что много парковых зон что более спокойно это район я даже не знаю будет ли знать в Ротславе это воинов почти это район ну да или это еще называется короче пытаюсь вспомнить все эти районы ну короче это почти выезд из города тут тут у нас поля там коровки даже есть ну нормально так у нас с тобой похоже у меня ферма прям за домом находится и поля у нас тоже тут у меня мои выходят гулять там коровкам ходят шикарно скажи я просто кайфую от того что 1500 это очень дешево сейчас если где-то искать даже однушку вы даже за 1500 не найдете это просто специально здесь такой райончик где специально строили квартиры под сдачу и это реально очень дешево ну то есть сейчас бывает загинают 1500 за комнаты особенно вот наши украинцы на украинских группах типа своим своим могут вот еще дороже ставить да поэтому тут свои нельзя доверять наши люди карин извини буду перебивать потому что очень много еще вопросов у нас хорошо ты не обижайся если я так буду тебя иногда останавливать хочется все обсудить вопрос узнавали вы за садик очень актуальный вопрос там только пульский язык садик вообще так во первых забудьте за русский язык ну мы не прям на войнове мы до воинов это еще не прям воинов короче это где-то 4 остановки или 5 остановок до воинов это засимпольно короче садики во первых не надо детей искать и всовывать в русские какие-то садики потому что ребенку надо учить язык в котором он будет здесь жить и общаться с другими людьми плюс ребенок он не учит язык он просто хватает все то есть как бы у меня тоже есть опыт с моим испанским языком будучи ребенком мне не надо было учить испанский язык я просто оказалась в окружении и все для меня это было нормально то есть это все это мой родной язык также не волнуйтесь детей отдавать маленьких в садике или даже кто там в школе в школе будут заниматься с ними по-моему первый год какие-то будут даже языковые уроки в садик вообще здесь тьфу-тьфу-тьфу нашу малявку взяли в садик никаких пятилетних очередей как я знаю что бывает в России в Украине что еще ребенка не родила надо уже становиться в очередь в садик что-то реальная проблема нет здесь получается раз в год есть рекрутация называется то есть есть определенный промежуток дат в каком-то месяце когда детей по возрасту либо в Ясли подаешь по-моему в Ясли вообще круглый год можно подавать либо с трех лет это садик да и просто выбираешь вот например вот было в марте по-моему три дня что ты подаешь короче вот эту заявку в сад и по своему району или где хочешь выбираешь три садика на выбор в один из них приоритетный подаешь сразу как бы скан документов там могут быть о работе выписки о доходах заполняешь как такую анкету и набираешь баллы больше баллов как бы скажем так это как тоже конкурсная основа да если например оба родителя работают естественно ребенку надо идти в садик тогда у ребенка больше баллов потому что у него необходимость попасть в садик или если у ребенка там братик или сестра которые уже были в этом же садике у него тоже будет больше баллов но в принципе как бы я не работаю муж работает ну нашего ребенка взяли вот была рекрутация в марте и вот недавно совсем по моему 23 апреля вот были результаты все в первую же как бы и взяли пока не знаю насчет прививок сколько стоит здесь тоже есть либо государственные садики либо то есть публичный не публичный садик государственный приватный в тот ну опять же именно точные цены будут дальше но примерно до 12 утра бесплатно платится за еду в этот садик в который мы будем идти то есть больше даже питание только отличается под садиком по садикам в этот который мы будем идти это садик при школе и там где-то 7-8 злотых в день за еду плюс после 12 дня за каждый последующий час по одному по златувке каждый час то есть если ты хочешь оставить своего ребенка дольше то как бы каждый час тоже стоит денег но это где-то выходит по моему не знаю может злотых 300 где-то так если даже по максимуму если это приватный садик то там наверное где-то около 800 то есть где-то в 2 раза больше это обычно это садики они не принимают участие в этой как бы рекрутации а просто ну просто напрямую к ним идешь и у них там своя как бы конкурсная карин извини перебью нас может выбить из эфира ребята поставьте смайл если вы хотите чтобы мы продолжили и зажмите клавиши лайк для того чтобы мы поняли что вам интересно карин извини сейчас через 2 минутки мы с тобой должны будем выйти и ты можешь как там у тебя да я думаю я могу ну если что в какой-то момент скажешь что ариведерчи только не по-английски ребята давайте поднажмите нам лайки нас нам это важно что мы тут вещаем для вас специально спасибо о смотри смотри вы просыпались да молодцы мои они наверное не мешали чтобы не так это очень здорово потому что у меня были эфиры когда ну мешали и перебивали вот ростик у нас активно участвует но это здорово карин я перезахожу через 30 секунд хорошо этот эфир я сохраняю ребят оставайтесь и заходите обязательно впереди самое интересное все сейчас увидимся так прошу прощения ребята была рекламная пауза ну что мы продолжаем наш эфир сохранился я надеюсь первая часть эфира интервью с кариной которая переехала в польшу с моей знакомой Олечка привет у нас тут с кариной интервью мы сейчас ждем когда карина вернется и продолжим говорить о польше у нас было очень много зрителей в первом эфире надеюсь вы все вернетесь к нам и мы продолжим мы уже обсудили цены в польше плюсы и минусы проживания в польше мы обсудили разницу в менталитете мы обсудили медицину польскую средние зарплаты короче очень много всего обсудили и впереди мы еще будем продолжать наше обсуждение карин я тебя жду ребят подключайтесь оставайтесь как всегда вопросы задавайте мы на связи так все карина добавляю так ждем карину и продолжаем керри керри мне очень нравится твой ник керри пингвин кстати есть история у твоего ника в инстаграме и в ютюбе ой блин да я вообще знаешь можно сказать я в интернете еще очень-очень давно начинала еще наверное где-то класса с восьмого или девятого это наверное еще будет где-то 2006 год я вела личный дневник на Леру о да да и мне всегда нравились пингвины потому что я себя с ними всегда ассоциировала типа такая маленькая кругленькая неуклюжая какая-то да а как бы керри меня просто так друзья всегда звали знаешь типа не карина а керри и вот в каком-то таком в тусовке в окружении вот все меня знали типа керри керри и вот так у меня как-то и было оно керри пингвин и так вот со мной то есть вот этот вот ник еще где-то вот с 2006 года класс да так он и остался я иногда думаю знаешь может переименовать сейчас многие там меняют просто на свою имя и фамилию привет мне кажется мне кажется оно классное название его не стоит переименовать потому что ну это уже ты ну как бы да ты вся я поэтому и не меняю потому что даже мне будет как-то наверное непривычно в любом случае я везде керри пингвин и все и так и останется угу хорошо так ребят ну что мы продолжаем у нас надеюсь все покушали кроме меня но мы будем сейчас говорить ты уже ужинала нет ага ну мы тоже так мы с тобой будем говорить сейчас на кулинарную тему расскажи вообще что такое польская кухня я имею ввиду какие есть блюда и твое любимое польское блюдо мое любимое польское блюдо ну в принципе как бы опять же славянские блюда они похожи да но польская кухня вот Миша напиши что тебе нравится из польской кухни у меня тут друг зашел ага польская кухня она такая более жирная и такая плотная но в принципе наша украинская она тоже такая да там какие-то блин как это можно сказать любят вот как тушеная капуста ну да русские вареники это польская кухня отлично да они здесь любят вареники но они здесь делают просто ужасно то есть это не наши там вареники и пельмени да супы очень такие густые там журек в таком вот в хлебе тоже на такой закваске он по-моему этот журек может быть таким беловатым супом да что они еще такое любят какие-то разные как даже не знаю каких можно даже на русском назвать клоцки не клоцки как варенички маленькие как шарики из теста да бигус бигус это как раз тушеная да по-моему квашеная капуста с чем-то там вареники со шпинатом ну это вообще это кошерные вареники со шпинатом но вареники они здесь плохо делают ну все равно это если вот найти здесь такое место где украинцы их делают тогда вкусно да все равно здесь тоже любят украинскую кухню борщ они здесь любят да но они здесь даже какой-то типа продают заготовки как для белого борща извините меня где у нас есть белый борщ но они наверное по типу своего этого журека делают здесь какой-то белый борщ свой маневр да что они здесь любят мясо любят в принципе тоже то есть чем-то похоже больше на чешскую тоже вот кухню где может быть такое журноватое мясо могут быть такие вот какие-то как я не знаю как хлебные но не хлебные изделия ну лично я не сильно люблю вообще вот такую кухню потому что она мне лично тяжелая на живот жирно да да вот русские пироги это вот русские как вареники они здесь с сыром то есть с творогом я когда-то купила думая что это как будет или что-то с мясом а они там с сыром и они какие-то вообще непонятные ну это как бы вкусно это не сильно отличается от нашей кухни фарш с яйцом карина а что ты дома готовишь я кстати очень люблю твои видео когда ты готовишься всякие соусы добавляешь вот всегда нравится расскажи что вы дома кушаете ну как бы в принципе с этого года мы практически не едим мясо то есть заряд меня уже на ой и тут а можно узнать почему если не секрет мне так как я тоже такой полувегетарианец почему нет Миша отстань в принципе в принципе нет какой-то супер я не могу назвать себя ни вегетарианцем ни веганом конечно я как бы думаю о природе экосистемы но просто я стараюсь чувствовать свой организм как бы в принципе муж у меня никогда не получал удовольствие от мяса я была ужасно мясным человеком до беременности я не могла прожить ни один день чтобы я не ела мясо я прям становилась суперплой без мяса то есть вообще это во-первых вызывало агрессию я не могла наесться если в моем блюде не было мяса а потом когда была я уже беременной токсикоз вот у меня в токсикоз было отвращение к мясным продуктам как-то вот после беременности стала я намного спокойнее ко всему но опять же мы постепенно начали исключать особенно курицу извините как бы у каждого свои предпочтения но я уже даже не могу вот этот запах плоти мне настолько плохо мужу моему вообще уже много лет плохо от мяса когда я что-то готовила мясное он прям не мог в квартиру заходить ну вот так вот и получается о да соплица норм настойка да алкоголь здесь наши карина извини как найти карину должен быть в левом верхнем углу с кем керри пинген да да ага интересно слушай да ну и просто мы постепенно как-то стали исключать в принципе сейчас такой необходимости вообще нет плюс как бы ребенок у нас нет он не веган но как бы мы ну мы едим яйца мы пьем там молоко ну я коровье молоко не пью у меня вообще очень много лет у меня желудок болит от коровьего молока пятерик лактоза неперевариваемая у меня даже не то что лактоза мне и от безлактозного плохо а безлактозного ой растительное пьешь или вообще никакое растительное пьешь у меня кофеек с миндальным молочком шикарная тема ну то есть если это какая-то выпечка это еще нормально знаешь если это кофе и вот это вот молоко которое никак практически не обрабатывается у меня просто... Я умираю потом сразу. Да, так что мы едим, честно, просто как чувствуем. То есть мы едим рыбу, мы едим морепродукты, мы едим... Девушка в очках это девушка, с которой я работала несколько лет назад. Она живёт во Франции, мы говорим об особенностях переезда, и к ней приходят гости, которые тоже переехали в другие страны, делятся опытом. Да, вы попали в передачу, пока все дома. Едим, честно, как чувствуем, просто что хочется. Я очень люблю бобовые, то есть сейчас я научилась готовить какие-то как такие бургерные котлеты, там, из нута или из чечевицы, потому что, естественно, диета без мяса она должна быть очень сбалансирована. Миша, я сейчас заблочу. Она должна быть очень сбалансирована, опять же, чтобы она была сытная, чтобы она была богатая на белок. Плюс ещё, что как бы меня так сподвигнуло, что мой ребёнок не любит мясо вообще. То есть у неё это настолько, мне кажется, сейчас маленькие дети очень много есть таких, которые они просто даже мясо не могут есть. Им это не хочется, то есть это настолько... ну, мы так поняли, что реально нам настолько хорошо без мяса. Ну, то есть я люблю морепродукты. Это круто. То есть без, как это, не было, да, жертв, знаешь, когда люди там отказываются, это произошло... Ну, во-первых, как бы это не резко, просто, опять же, надо чувствовать свой организм. У каждого человека могут быть какие-то свои предпочтения, просто мы научились чувствовать свой организм. Я к этому дольше всего шла. То есть муж у меня вообще давно, как бы он вообще очень равнодушен всегда. Дочка у меня вообще, вот ей пытаешься там запихнуть и думаешь, блин, дети же должны есть мясо. Нет, дети не должны есть мясо. Она тоже обожает бобовые, она обожает хумус, она, короче, ну, то есть она находит другие альтернативы тоже. И как бы я к этому дольше всего пришла, но я сейчас себя чувствую прям в миллион раз лучше. И опять же, как бы похудела, но я ничего для этого не делаю. Я просто ем, как чувствую. Ну, это самое главное. Да. Про Францию, ребят, мы не мешаем эфиры. Есть мой профиль, можете читать. Я тоже часто выхожу в эфиры и рассказываю про свою жизнь во Франции. Вот, так что с удовольствием отвечу на все вопросы вам в личку, если что-то интересует. Хорошо, мы продолжим. Так, Карин, я знаю, что ты... Вот, какие мужики во Франции? Мы сейчас поговорим про польских мужиков, извините, про французских позже. Я знаю, что ты замужем, но я всё-таки думаю, что есть французские, ой, французские, польские у тебя друзья или у мужа. Ты могла бы рассказать, вот, кто такой, какой он польский мужчина? Как он одевается? Чем он живёт? Какие у него ценности? Привет, Алён. Ну, смотри, как бы, опять же, люди везде есть разные, да, и, как бы, и парни могут быть разные, мужчины, но мне кажется, в целом поляки достаточно такие консервативные, и вот я всегда говорю, блин, классный город Берлин, чтобы поехать и просто быть собой, одеваться, особенно для неформалов. Ты у меня сейчас сердечко с Берлином. То есть ты можешь там даже голой ходить, и всё будет окей. Просто будь собой, и, блин, всем пофиг. Здесь всё-таки из-за того, что Польша католическая страна, достаточно-таки верующая, и люди достаточно-таки консервативные, но они не будут смотреть на тебя и обсуждать, как украинцы, да, типа, куда вырядилась, и будут смотреть. Нет. Честно скажу, польские парни мне не нравятся. Алёна, приезжай снова к нам. Давай. Пофиг на карантин. Приезжай. Мне польские парни и мужчины не нравятся. Это вот из того, что я смотрю, вижу, да, на людей, как бы девочки, в принципе, симпатичные, потому что это славянки, но мне кажется, в них нет какой-то такой европейской обезбашенности, там, мне кажется, даже те же французы, немцы, итальянцы, они всё-таки поинтереснее. Да, и вот польские женщины, они лучше, чем мужчины. Мужчины, ну, опять же, у каждого свой идеал. Кто ищет суперспокойных, наверное, это прям идеальный вариант, но, ну, вот, нет какого-то такого огня. даже вот когда я там приезжала я там в Украину в ноябре, то, честно, я больше наслаждалась нашими там украинскими ребятами, и вот всё равно как-то отличаются. Но люди добрые, но мне кажется, они довольно-таки сдержанные, сдержанные в эмоциях, они особо как-то не пытаются отличаться или выражать себя. Ну, так, опять же, в общей массе тоже, возможно, это отличается от города, смотря какой город, пунктуальный. Вот сейчас... А какие мужчины, ну, ты много тоже путешествовала, какие мужчины какой национальности там, в них, я знаю, что мы замужем, если что, тут никто ничего не думает. Это не значит, что нам не могут нравиться мужчины, мы не можем смотреть. Так вот, ну, это я на всякий случай, знаешь, я что-то тоже замужняя женщина. Так вот, все в порядке, мы любим своих мужей, но мы можем обсудить, какие нам нравятся мужчины. Ну, вот, например, ты говоришь, Берлин свободный город, а немцы тебе как? Ну, опять же, Берлин это не Германия, да, как говорят? Однозначно, да. Ну, по Берлину тоже непонятно, где там немец, а где немец, в принципе, потому что... где турок, там столько национальности, что, может, тебе кажется, это немец, а это какой-то там датчанин с итальянскими корнями, да? Вот, и поэтому, если брать по красоте мужской, Норвегия, Черногория, это просто вообще, это высокие, спортивные парни, то есть, в той же Норвегии девушки вообще, они за мухрышки такие, особо за собой не ухаживают, парни очень симпатичные, у скандинавы вообще, как бы, такие красивые лица, такие черты лица, там, светлые глаза. У поляков, вот почему-то у мужчин, у них нет каких-то ярких лиц, что ли, вот вообще. Они вообще, то есть, девочки здесь интереснее, чем парни. Вот. Веселит твой друг. Да. Хорошо, смотри, а теперь такой вопрос, я буду, да, Баринушка, где-то подгонять, где-то, вот, когда вообще польские ребята создают семью? Есть какое-то, например, в Украине, да, у нас еще есть вот эта постсоветская, там, типа, до 25, потом уже все, никому-то не нужна. Во сколько лет они заводят семьи и детей? Ну, позже, чем Украина в целом? Мне кажется, здесь позже заводят. Да. И вообще, мне кажется, у них в плане семьи, у них все-таки больше такой европейский менталитет, что нужно самому встать на ноги, что они особо, по-моему, не спешат с какими-то там отношениями или заводить детей, вот, даже у нас здесь по району, семьи, у которых там первые дети, а им там уже, может, года по 34. То есть, да, они реально, они живут в свое удовольствие, они понимают, что у них, может, есть какие-то свои ответственности, хотят себя как бы поставить на ноги. Мне кажется, здесь даже у девушек нет такого, что типа они хотят там выйти поскорее замуж, и что они считают, да, что там, если они в 22 и там не вышли замуж, и до 25 не родили, то это типа плохо, и что скажет семья? Мне кажется, здесь все-таки не так. Вот в этом. А у тебя есть польские друзья, подруги или... Близких нет. Нет. У нас как-то так, ну, опять же, здесь настолько много украинцев, даже не то, что ты там специально, но получается, что как бы общаешься, в принципе, украинские окружения. А как вы находите друг друга украинское окружение? Не специально. Вот наши соседи по этажу, тоже ребята с Украины, у которых тоже малыш на месяц старше нашей дочки, и поэтому мы как-то так сдружили. Только мальчик на последней фотографии. Да, да. И вы пупсики два. Да, потому что... То есть это не специально. А так прям, чтобы вот... Нет, с поляками, в принципе, еще нет. Ну, как бы, естественно, муж по работе, да, но, опять же, он айтишник, и у него на работе тоже с разных стран. Ну, да. Хорошо. Погнали дальше. Давай поговорим про польский язык. Ты уже в первом нашей части интервью сказала, что польский, в принципе, не сложный. Вот сейчас ты уверенно говоришь на польском языке? Нет. Это просто польский такого бытового уровня, но, опять же, надо учитывать тот факт, что, как бы, да, у меня маленький ребенок, и я сижу с ребенком дома. То есть, естественно, когда я пойду на работу, то сразу поднатягается, когда придется, да, там общаться. Хотя я еще не знаю, куда я точно пойду на работу, еще пока об этом я прям не думала. Но знаешь, как и в любом языке, ты ищешь свою зону комфорта. Моя зона комфорта была, что я очень долго здесь разговаривала на английском языке, и здесь, как бы, слава богу, английский лучше понимают, чем в Украине, да, потому что в Украине не пойдешь и практически чоу? Там my name is Vova, и это максимум, да. Потом я, как бы, пошла на курсы по польскому языку, то есть уровень А1, и все равно у меня еще была вот эта зажатость, что я вот, типа, стеснялась а вдруг я что-то скажу неправильно, а вдруг будет смешно, а потом такая, думаю, так чёрт, а как я буду тогда учиться? Пусть меня лучше поправят, или я услышу, как это скажут правильно, но я буду пытаться разговаривать. И просто самое тоже смешное, что из-за того, что польский чем-то похож на украинский, его очень долго воспринимаешь, как будто это кто-то смеётся над украинским или над русским языком, и типа что-то там пшека. А ну скажи, вспомнишь какие-то на скидку? Я знаю, я помню, что там самоход — это машина. Да, самоход, самоход — машина, пилка, ножна — это футбол, как-то кошековка или как-то так это баскетбол. Пук-пук — это что? Я слышала, ты действительно есть такой пук-пук. А, пук-пук — это тук-тук. Пук-пук, да. Или склеп? Клеп — это ну, то есть есть такие реально очень смешные слова, не знаю, может, сейчас как раз Миша напишет, что ещё есть. Миша, давай, блистай, вот ты там писал, теперь твой звёздный час просто. А красота урода, да? Урода. Салон уроды — это салон красоты. Хорошо, мы все уроды. Уроды. Да. Ну, зато не скучно, да, вот я так думаю. Чай, язык, ты, наверное... Ну, просто вот, знаешь, первый год реально это очень смешно, потому что ты такой, блин, типа, ну это же ржака. А потом, когда тебе реально надо уже с этим всем сталкиваться, там, ходить, ходить в поликлинику, блин, или ещё что-то, и тебе уже не так смешно. Ну, да, не посмеёшься. Но, но смешно, да, первое время реально очень смешно. Слушай, а не работает такая фишка, я просто, когда приехала в Польшу, ну, естественно, я там на неделю приехала в гости, я на английском старшее поколение плохо говорила, мне попадались в основном продавцы, там, на улице все в такой уже возрасте, и я говорила на русском, они меня не понимали, но как только я на украинском заговаривала, то как-то хоть более-менее прояснение становилось. Правда, что украинский похож с польским? Слушай, ну, украинский, да, очень похож с польским. И вот, мне кажется, россияне, они не будут понимать польский язык, как наши украинские люди могут понять польский язык. Очень много очень похожих слов. Но, почему поляки и нас не хотят понимать на украинском языке, мне кажется, что это какая-то часть национализма, которая ещё осталась после Советского Союза, после переразделения, да, там, войн и всего остального. Потому что даже старшее поколение, оно здесь всё учило русский язык в школе. Фактически. Но они не хотят. И мне кажется, что это национализм всё-таки в них играет. Вот. Поэтому... Ну, это, да, логичное объяснение. Понятно. Слушай, скажи, а почему ты больше всего скучаешь? В Польше есть что-то, чего тебе не хватает? Ну, кто-то, это, наверное, понятно, да, там, семья, есть что-то, что тебе не хватает, там, по сравнению с Украиной? Нет, если честно, не могу сказать, что прям я вот зачем-то так скучаю. Может быть, здесь, ты знаешь, как-то вот, если вот брать кафе и рестораны, мне кажется, у нас уровень больше на клиента работает, и наши люди, ну, вообще во всём, вот и в бьюти-индустрии, знаешь, выше, как бы потолок, потому что цены дешевле, но конкуренция большая, и наши вот даже девочки здесь, там, хожу, опять же, на маникюр к украинкам, и там, на покраску волос, потому что делают лучше, это, опять же, проблема всей Европы. Рестораны и кафе, да, у нас всё-таки в Украине настолько разнообразие, люди уже у нас настолько зажрались, и если что-то открывают, это должно быть прям лучше, и уже привыкли к уровню. Здесь можно очень часто пойти куда-то в кафе, дорого заплатить, и ты вообще не получишь никакого удовольствия, думаешь, блин, дома реально вкуснее, знаешь, дома нужно... Я полностью поддерживаю. Вроде Польша, Франция далеко, а прям всё описываешь, как и тут. Просто это проблема Европы в целом. Это да. Хорошо, будем подходить к концу с вопросами, у нас ещё будет интерактив, правда или ложь, ребята, оставайтесь. Ну и под конец, можешь описать Польшу тремя словами. Так, Польшу тремя словами. Консервативное, спокойное, хотя это может практически одно и то же. Ну, не совсем. Удобно. Не думай, говори как думаешь. Консервативное, спокойное, удобное. Отлично. Ну всё, прекрасно. Хорошо. Ну что, у нас ещё последний минут пять. Предлагаю развлечь наших зрителей. Может быть, и самим развлечься. Смотри. Это Миша, да? Это польские слова, да. Курва. Ну, Курва это всё знает. Слушай, ты нас удиви как-то. Это все все понимают. Ну что, поиграем. Правда или ложь? Буду говорить мифы, стереотипы. Мне надо втыкнуться в этот. Давай. Давай. Так. Правда или ложь? Ну, давай. Правда или ложь, да. Про поляков, про Польшу, стереотипы или мифы. Ты мне их будешь развеивать или наоборот говорить да, это так оно и есть. Готово? Ну что, правда, что поляки много бухают? Правда. Да, ты как раз уже в этом, в начале эфира об этом упомянула. Кто пропустил, это правда. Правда ли, что польская кухня самая отвратительная? Нет. Правда? Ой, не пропадай. Вот, слышу. Эфир сохраняем. Правда ли, что Варшава скучный город? Не знаю, не была. Правда ли, что поляки никогда не улыбаются и вечно жалуются? Нет, неправда. Вообще они жалуются и очень улыбчивые. Хорошо. То есть ложь. Правда ли, что поляки ревностные католики? Они не ревностные, то есть это не до фанатизма, но они достаточно верующие, ходят в костёл. Ну да, 50 на 50. Молодёжь, наверное, нет, а всё-таки люди, кто там за 50. Так, ну и последний вопрос. Правда ли, что поляки русофобы? Тоже уже. Из того, что я знаю, нет. Хорошо. Ну что, интерактив закончился, эфир подходит к концу. Давай ещё смотри, вопросы сможешь ответить? Есть время? Ну давай, если есть. Ты украинский же знаешь, Карин, или тебе перевести? Не, я украинский знаю, конечно. Варшава скучный город. Ну, значит, не будем ехать в Варшаву. Смотри, вот видишь, тут у нас Андрей видит Андрей, он уже второй раз задает вопрос, я пропустила, а люди, видишь, Західной Украины? Я не вижу. И поляки очень разнообразятся, потому что менталитет Західной Украины разнообразится от другой части страны. Насколько это правда, или миф? Ну, как бы, в Западной Украине я так прям сильно не была, но, но, кстати говоря, когда мы когда-то были с мамой во Львове, не знаю, сколько уже лет назад, с нами тупо не хотели разговаривать, потому что мы говорили на русском языке. Вот просто, вот мы задаем вопрос, а у нас как будто нас тупо нет. Вот, знаешь, полный игнор прям перед людьми. Вот, то есть я столкнулась с тем, что вот даже внутри своей страны, да, хотя, извините меня, восточная Украина, западная, да, в том проблема, мы все живём в одной стране, да, вот, и да, здесь как бы, здесь люди не такие, наши люди всё-таки, они агрессивные, мне кажется, западные люди, они, ну, западная Украина, они тоже довольно-таки агрессивно относятся к тем, кто там может на русском языке разговаривать, да, это вот этот вот национализм, и всё, я не знаю, сейчас, возможно, лучше, я надеюсь, конечно, но я здесь не сталкивалась, то есть с такой вот именно проявленной агрессией из-за того, что ты там иностранец или ещё что-то, как я сталкивалась с проявленной реальной агрессией у нас в Украине из-за того, что ты там иностранец или ещё откуда-то, особенно там, опять же, взять моего отца, да, то есть это всё равно у нас какая-то такая жуткая бюрократия, и реально бывает такой вот какой-то необоснованный национализм, вообще непонятно к чему и для чего. Да, тоже наслышана. Ребят, если ещё есть вопросы, задавайте, Карин, а давай ты нам на прощание пожелаешь чего-то хорошего. Чего-то хорошего? В это нелёгкое время. Я всегда, особенно, да, в это нелёгкое время, всё равно главное оставаться собой и оставаться людьми, быть честным и уважать окружающих людей, которые вас окружают, чужих, не чужих людей, да, как бы относиться к людям так, как вы хотите, чтобы к вам относились, и, конечно, тем, кому сейчас сложно в карантине, то терпение, всем сейчас нелегко, у всех жизнь сейчас просто либо застряла, либо очень сильно поменялись планы на всё, поэтому не только терпение, все мы в этом ведре сидим и в любом случае надеяться, что это всё не вечно и что тогда будет что-то лучшее, когда это всё уже пройдёт. Согласна. Спасибо тебе огромное за эфир, я сохраняю два эфира, я их потом закачиваю, мы даже сможем с тобой выложить в IGTV, в YouTube, куда захотим, твори добро, точно. Спасибо тебе, Карин, я реально кайфанула, как будто бы мы с тобой где-то в кафе встретились. Я тоже, да, за чашечкой. Не общались, но всё равно всё окей. Я была рада послушать истории и действительно очень интересно, спасибо тебе большое, я знаю, что было нелегко выделить время, ты большая умничка, я с удовольствием смотрю твой канал и слежу за твоей чудесной дочуркой, конечно, нельзя говорить, что там есть дети красивые и некрасивые, но серьёзно, вот искренне говорю, твоя дочка, вот как только ты начала её показывать в интернете, я всем показываю, муж, он уже знает, муж уже тебя знает, дочку, все, друзья, пока посмотрите, какая... Такой красный, как моя... Так, это всё правда и это всё правда искренне. Ребята, я хочу, чтобы вы тоже подписались на канал Карина, я чуть позже после видео прикреплю ссылку, Карина у нас ещё бьюти-мастер, да, или как это правильно сказать, бьюти-блогер. У меня больше просто лайфстайл, видео. Ну, а вот я беру себе много идей, когда ты покупаешь одежду, что откуда и как правильно подрисовать тебе некоторые контуры. Спасибо большое, ребят, вам тоже спасибо за активность, особенная девочка, вот. А, вот Оксане не покажу, покажу. Спасибо большое. Карин, всё, удачи, всем привет твоим. Давай, пока-пока, пока. Давай, береги. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok